Дайджест недвижимости Степашин также сообщил, что в прошлом году в России по программе капремонта были проведены работы более чем в 41 тысяче многоквартирных домов. Это почти в два раза больше, чем в 2015 году. Россияне собрали на капремонт более 142 миллиардов рублей. Напомню, законопроект, предусматривающий освобождение жителей новостроек от взносов на капремонт на 5 лет, уже вносили в Госдуму. Однако развитие он не получил. Пока этот вопрос решается на уровне регионов. В Кирове от уплаты взносов на 5 лет освобождены жители новостроек, которые вводились в эксплуатацию после ноября 2015 года. Льготы на оплату капремонта также имеют собственники жилья, достигшие возраста 70 лет. А 80-летние граждане полностью освобождены от таких взносов. Дайджест недвижимости Площадку под строительство путепроводов «Чистые пруды» к 1 марта освободят от инженерных сетей. Об этом накануне сообщил глава администрации города Александр Перескоков. При этом до 14 февраля застройщик должен представить жесткий график работ, согласованный с собственниками коммуникаций. Перескоков также поручил в течение пяти дней подготовить предложение по изменению схемы освещения улиц в зоне строительства и по размещению здесь светофорной сети, как на период строительства, так и на перспективу. По словам сети-менеджера, каркас путепроводов «Чистые пруды» должен быть возведен уже в этом году. Напомню, на строительство объекта из федерального бюджета в этом году выделят почти 700 миллионов рублей. Эти средства направят на снос объектов недвижимости, попадающих в территорию застройки, перекладку коммунальных сетей и продолжение монтажа пролетного строения путепровода. Дайджест недвижимости Бесплатную приватизацию жилья в России продлили на неопределенный срок. Поправку о бессрочной бесплатной приватизации одобрили накануне на заседании Госдумы. Ранее депутаты собирались оставить это право до 2020 года и только для крымчан, сирот и жителей аварийных домов. В таком виде поправки прошли первое чтение в конце января. В новой версии законопроект принят во втором чтении, третье планируется провести до 1 марта. Как поясняется, решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. В частности, оставить бесплатную приватизацию просили обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. Напомню, что сроки окончания бесплатной приватизации сдвигались уже шесть раз. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.